Поражение нижних конечностей при синдроме диабетической стопы и у пациентов с нарушениями артериального кровотока без сахарного диабета – это серьёзная проблема, которая может закончиться печально. Для того, чтобы справиться с этой тяжёлой проблемой, с этим тяжёлым заболеванием, очень важно, чтобы лечением занималась грамотная, квалифицированная и слаженная команда различных специалистов. Грамотно проведённое обследование помогает выявить пациентов, которые выигрывают от восстановления артериального кровотока, которых нужно лечить по-другому, другими методами, чем тех пациентов, у которых артериальный кровоток сохранён. Современные методы лучевой диагностики позволяют выявить глубину поражения тканей стопы и, соответственно, в случае, если имеется поражение глубоких тканей, необходимо выполнение хирургических вмешательств на стопе для санации этих гнойных очагов. При нарушениях артериального кровотока основным методом восстановления этого кровотока является внутрисосудистое вмешательство, то есть баллонная ангиопластика, которая обычно дополняется стентированной. Многие пациенты с проблемами на ногах имеют тяжелое поражение артерий, кровоснабжающих как раз эти наши ноги. Мы часто слышим и даже не слышим, а видим заключения других врачей, которые показывают, что эту ногу уже не сохранить. Это в корне не так. На сегодня мы можем открыть практически любое поражение артерий на ногах с помощью современных эндоваскулярных методик, и это является иногда ключевым фактором в спасении ноги. Конечно, мне как хирургу приходится часто сталкиваться с ситуациями необходимости оперативного лечения, но в нашей команде с моими коллегами нашей междисциплинарной работой мы стараемся максимально снизить возможности и необходимости оперативного лечения, а если это и приходится делать по ряду причин, то максимально сохранять опорную функцию стопы. Если уходит во время операции несколько пальцев, то пациент может все равно продолжать полноценно передвигаться на конечности при условии сохранения ее опорной функции. В лечении язвенных дефектов ключевую роль играет полное снятие нагрузки с конечностей из зоны язвы. Наиболее эффективный метод, который применяется при отсутствии противопоказаний – это иммобилизирующая разгрузочная повязка из полимерного гипса, которая имеет название Total Contact Cast. Конечно, очень важно регулярное проведение специальной обработки, которая называется медицинский педикюр. Такая обработка должна проводиться квалифицированной опытной медицинской сестрой кабинета диабетической стопы. Своевременная коррекция лечения сахарного диабета позволяет не только нормализовать уровень сахара крови, уровень холестерина и его фракции, но и улучшить прогноз на выздоровление при синдроме диабетической стопы, а также увеличить вложительность жизни наших пациентов за счет снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Слаженная работа нашей междисциплинарной команды позволяет лечить пациентов, которых других медицинских учреждений считают кандидатами на ампутацию. И даже лечение гангрена без ампутации возможно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова